Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы снова рады приветствовать вас на нашей передаче, на которой продолжаем отвечать на вопросы, поступающие от самой активной аудитории. Хочется обратиться, как обычно, со словами благодарности ко всем тем, которые проявляют интерес и присылают свои вопросы. Надеюсь, что интерес к тем темам, которые мы поднимаем в рамках наших телевизионных встреч, будут иметь для кого-то значение. Тема смерти и посмертной участи человека всегда интересовала людей. Действительно, есть ли жизнь за гробом? Имеет ли смысл страдания, которые мы переживаем в нашей жизни? Будут ли иметь последствия для человека то, как он жил, хорошо ли или плохо? Весьма важны. Потому как помогают определиться и в нашей теперешней жизни. Выстроить определенную константу ценностей. Человеку свойственно от рождения ощущение того, что жизнь не может окончиться этим временным, призрачным и кратковременным существованием. Внутри нас заложено чувство, что мы будем жить вечно. Вне этого состояния многое, что мы переживаем, теряет свой смысл. Зачем страдать или зачем, например, вести добродетельную жизнь, если все окончится гробом и могилой? К сожалению, о том, что человек ожидает за гробом, мы не знаем. Потому как не было ни одного, вернувшегося оттуда и поведавшего нам о том, что там происходит. Святое Писание устами Господа нашего открывает в приточной форме то, что ожидает человека за гробом. Исходя из того, что мы знаем из Писания, мы можем понять, что за гробом каждого человека ожидает суд. Когда подводятся итоги его временной земной жизни. И тогда уже повлиять на свою загробную участь, перейдя границы жизни, человек не может. Вместе с тем, из опыта Церкви нам известно, что молитва верующих, ходатайство Церкви могут облегчить участь человека, если он вдруг потерпел поражение. Или же, наоборот, избавить его от мучений. Преклонить Бога к милости, к тому человеку, за которого молитва возносится. Из Писания же мы узнаем о том, что эта кратковременная жизнь дана нам для того, чтобы наследовать Небесное Царство. Что нужно напрячь все свои силы к тому, чтобы быть человеком нравственным. Для того, чтобы внутри своего сердца образовать Небесное Царство. Нужно исполнять божественную волю и божественный закон, изложенный в его заповедях. Из Святого же Писания мы знаем, что когда человек умирает, его душа отделяется от тела, то он попадает на суд Божий. Очень ошибочно предполагать, что человек может, живя здесь, на этой земле, безнравственно, потом пожелать оказаться в Небесном Царстве. Как очень интересно заметил один из современных писателей, для человека, который всю свою жизнь ненавидел Бога, оказаться в числе воспевающих Его ангелов и святых людей, все равно, что для некоторых, ненавидящих классическую музыку и предпочитающих или тяжелый рок, или что-либо более легкое, оказаться на концерте симфонической музыки. Для человека это несвойственно и противно. И поэтому Господь, как мы опять-таки узнаем из Святого Писания, дает возможность человеку и там найти место, где не будет того, что он ненавидел всю свою земную жизнь, где будет возможность оказаться вне словословия Бога. Из Святого же Писания мы можем прийти еще к одному выводу, что за гробом нет атеистов, людей, не признающих бытие Божие, потому что там, лицом к лицу, они столкнутся с тем миром, который всю свою жизнь они отрицали и который не хотели признавать. Загробная участь человека может быть очень плачевной. Мы знаем о том месте, опять-таки из Евангелия, где есть червь неусыпающий и огонь неугасающий. Под этим неусыпающим червем подразумевается не какое-либо физическое тело, не какое-либо существо, а совесть, которая там оголится и которая не будет иметь возможности в успокоении, которое мы очень часто доставляем ей всевозможными уловками, философическими рассуждениями, когда мы просто ее усыпляем, пытаемся игнорировать, пытаемся заполнить нашу жизнь суетой, которая бы максимально в своем круговороте помогла ее утопить. Там этого достичь будет невозможно. Она будет как оголенный провод. И вот этот неусыпающий червь будет в вечность томить человека. Кто когда-либо испытывал муки совести, может себе представить, насколько это невыносимо, когда она сопутствует тебе и в деятельности, и ночью, не прекращая свое точение внутри нас. И вот можно себе представить, что там это будет усилено в миллиарды раз. Как говорили многие аскеты, то, что мы переносим здесь и теперь, ни в какое сравнение не входит с тем, с чем мы можем столкнуться там, как в положительном, так и в отрицательном смысле. Безусловно, каждый христианин хочет оказаться за гробом в объятиях Небесного Отца, подобно блудному сыну оказаться в объятиях прощающей любви. Но для того, чтобы достичь этого состояния, достичь Небесного Царства, как мы уже с вами рассуждали, необходимо напрячь все свои силы. И вот совершенно не случайно Евангелие от Матфея в своих первых главах как раз таки и раскрывает нам тайну Небесного Царства, заключающегося, заключенного в Нагорной проповеди, где Господом изложены все нравственные принципы, которые могут способствовать достижению Божественной благодати и Божественного Царства. Ко всему прочему, размышляя на эту непростую тему, нужно заметить, что Евангелие говорит нам одну важную вещь. Когда ученики услышали от Господа, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Небесное Царство, то они в недоумении задали вопрос Спасителю, своему Учителю, а кто же тогда может спастись? И Господь на это ответил, невозможное человеком возможно Богу. Действительно, исполнить в полноте Божественные заповеди бывает очень трудно, но не невозможно, потому что Господь каждому трудящемуся человеку в этом направлении подает свою помощь и свою Божественную вспомошествующую благодать. И таким же образом Господь и дарует спасение. То, что действительно невозможно для человека, возможно для Бога. И в этой фразе заключена для всех нас величайшая надежда, заключающаяся в милосердии Божьем и в Его любви. «Прилагая все усилия, человек может не достичь Небесного Царства, так как Бога невозможно заставить что-либо сделать, если Он этого не хочет, потому что Он есть совершеннейшая свобода, и каждого из нас Господь спасает по своей милости». Хочется в этой связи вспомнить замечательную притчу о хозяине и наемниках, когда хозяин приглашал в разное время людей работать к себе в виноградник. И самых последних, которые пришли по истечении рабочего дня, он наградил такой же платой, как и тех, которые с самого утра трудились и перенесли зной полдня. В этой притче заключена великая истина в том, что Господь хочет всем спастись и даровать всем и трудящимся, и не успевшим потрудиться свое Небесное Царство. И для нас с вами во многом необходимо только не сопротивляться Божественной Любви, быть всегда с Ним, на Него надеяться, на Него полагаться, не терять надежды, не унывать, не скорбеть и стараться по возможности в терпении и в уповании на Него и на Его милость нести тот жизненный крест, у которого каждый свой и который дается самим Господом. На этом мы с вами прощаемся. Благодарим вас за внимание. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok